Итак, мы продолжаем наше занятие и сейчас мы коснемся вопроса, в общем-то, распоряжения финансами, распоряжения теми ресурсами, которые Господь нам с вами поручает и которые Господь нам с вами дает. Мы коснемся вопроса бюджета, вопроса сбережений и поговорим, почему люди откладывают, почему люди не откладывают, почему люди ведут бюджет или не ведут. Итак, многие люди не делают сбережений, поскольку им кажется, что в общем-то нечего сберегать. Что такого, если я возьму, например, каких-то 50 гривен, буду их откладывать, и что это может помочь в моей жизни? Некоторые люди думают, что Бог в общем-то не поощряет откладывание финансов. И для нас важно разобраться с этими вопросами, чтобы постараться увидеть, что Бог имеет для нас. Итак, то, как мы обходимся со своими финансами, очень часто является результатом нашего прошлого опыта. Поэтому, если финансы ваши продолжают, так скажем, петь романсы, то, скорее всего, что-то есть в каких-то процессах не так, как должно быть. Обычно мы перенимаем финансовые привычки от наших близких, от наших родителей, от нашего окружения. Если вы, например, родились в мажорной семье, вы привыкли тратить деньги, что они у вас безлимитны, скорее всего, вы именно так подходите к решению. Если вы выросли в семье, где есть нужда, то также, скорее всего, вы боитесь где-то потратить, вы имеете какие-то ограниченные взгляды. Может быть другой вариант, например, когда вы получили определенную внутреннюю клятву, когда вы росли в бедности, вы себе поклялись, что после того, как я стану взрослым, я всегда себе буду там позволять поступать таким образом, буду тратить. Это тоже внутренняя клятва определенная. Тем не менее, мы перенимаем определенные сценарии, определенные подходы, негативные мысли, слова. Мы находим одни и те же, возможно, как наши родители находили, отговорки о том, что это все виновата экономика, правительство, страна, люди, Бог и так далее. Что мы имеем? Очень мало у кого из родителей есть успешный опыт обращения с деньгами. Я не знаю почему, но не так много родителей, что я имею в виду, не так много родителей учат нас распоряжаться деньгами. Вот вообще реально. Вот кого учили здесь родители распоряжаться конкретно деньгами? Николай, по вам видно, что учили, по тому, как вы думаете. На самом деле, эта практика не очень распространена. Есть родители, которые берут своих детей, например, на базар. Мы же как считаем, что, в общем-то, я помню по себе. Базаром занимается мама. Я в это не лезу, меня это не интересует. Я прихожу на кухню, оно все стоит. В общем-то, вот так это все организовано. Коммунальными платежами занимается мама. Когда она на меня кричит, что свет нужно выключать, я удивлен. Могу выключить, могу не выключить. Я удивлен, почему она нервничает. А она постоянно говорит, вы же не платите за свет, я плачу. Когда она просит воду перекрывать, я тоже удивлен. Потому что я не в курсе, как это работает. Я не знаю, сколько денег есть в нашей семье. Мне кажется, что у родителей много денег. Вот когда я родился, я думал, что у них много денег. Потом я всегда думал, что у них нет денег. Но я никогда не мог оформить это в конкретную сумму. Понимаете, да? У нас нет по большинству своему хорошего опыта обучения от наших родителей. Также, допустим, давайте вспомним нашу среднюю школу. Среднюю школу. Учат всему, чему угодно, но не учат, как распоряжаться финансами. Правда? Нас и геометрией мучают, и тем мучают, и всем мучают. Но практическим вещам, например, как сэкономить, как постараться правильно реализовать свою именно финансовую сторону жизни, абсолютно не учат. Даже я вам скажу так. Мы приходим, например, в институт. Если это не какой-то финансовый институт, какая-то экономика, и там, в общем-то, все проходит мимо. Нас обучают какой-то профессии. Но нет такой системы, чтобы студент, он, например, начал сам о себе заботиться. Как выглядит наш обычный студент, который находится в институте? Есть папа, есть мама, которые дают деньги, и он, типа, учится, типа, приобретает профессию, а они за все оплачивают. И все представляют, что вот он, значит, выйдет из этого института, и сразу же появится у него высокооплачиваемая работа, будет чудо, и сразу появится куча денег. Но мы знаем, что чудо такое не происходит. Пока жизнь не стукнет по плечу и не скажет, не пора ли тебе задуматься, откуда берутся деньги. И вот здесь начинается прозрение. Много, конечно, зависит от родителей, насколько они поддерживают или не поддерживают. У некоторых это прозрение наступает раньше, у некоторых позже. Точно так же нас, в общем-то, не учат по большинству своему этому и в церкви. В церкви как принято говорить о том, что деньги, материальные части, это такое, ну, мирское. Ты можешь быть профессионалом, там, ну, что нам, лучше бы ты Библию хорошо знал. Вот Библию мы тебя научим читать, а деньги зарабатывать или там экономить тоже. То есть, иными словами, все достаточно грустно. Грустно. Нет опыта, нет знания, соответственно, мы имеем то, что имеем, такой вот результат. Итак, давайте попробуем увидеть, что же Писание говорит о сбережениях, и будем постепенно разбираться с этими вопросами. «Я верю, я верю, что мы должны делать сбережения для будущих наших нужд». Что такое сберегать? Это значит не тратить все сегодня, а оставлять какую-то часть на будущее. Хороший пример библейский, который мы можем найти в Писании, это Иосиф. Помните, как Бог научил его? Это Бытие, 41 глава. Бог дает сверхъестественное понимание, чтобы в течение семилетнего периода ему откладывать 20% от той прибыли, которая будет, от урожая. И эти 20% помогли Иосифу купить все, что можно было купить на тот момент. То есть он был отвратительно богатым человеком. Просто отвратительно. Денег было столько, что некуда было тратить. Ты бы хотел что-то купить, а нечего купить. Представляете, как круто. Все всего лишь потому, что человек получил откровение собирать 20% урожая. Притча, 21 глава, 20 стих говорит. Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Интересно, что в английском переводе это написано место так. Мудрый человек сберегает на будущее, а глупый расточает то, что приобретает. И вы можете увидеть это. Например, мы как-то говорили о характере. Это тоже, знаете, есть национальные привычки обращения с деньгами. Еврейская пословица говорит так. Деньги любят тишину. Тихо и спокойно. Он может быть спокойно одет, как бы средненько. Но человек состоятельный, и все у него хорошо. И дети учатся где надо, и профессии получаются. И я помню, что я сталкивался со служением, например, цыганского народа. Это тоже особые финансовые привычки. Люди легко зарабатывают, быстро зарабатывают. Там где-то купил, там где-то продал. Приходит в табор, весь табор гудит. Приехал какой-то там, да, богатый человек. Всех угощает. Два дня, пока деньги не закончились. Потом все, становится бедным. Это было в этом самом, на Закарпатии, в этом городе, как я, Мукачево. Там находится такой вот большой табор, 5000 цыган. И мы там служили когда-то в одной церкви цыганской. Вот они так и рассказывают, эти служителя пастыря. И говорят, что большая проблема с ними. Говорит, ну, любят Господа, верующие. Вот так заработали, всех благословили. Приходят через день пастыри. Едай, потому что хлеба нет, у детей нечем кормить. Ну, натурально. Нету вот такого внутри, как бы, стержня. Я не говорю, что у всех 100%, но из тех, о ком мы говорили, нету стержня, чтобы скопить. Люди живут сегодняшним днем, Господь как-то позаботится. И это так странно, эта жизнь выглядит. То есть ты гуляешь по этому табору, и ты видишь красивый дом, двухэтажный. Перед входной лестницей стоят такие львы, красивые. Где-то приторобанили откуда-то этих львов. Это все на фоне болота по колено, гусей каких-то таких, знаете, в стиле кустурицы. И тут же просто нет окна, просто стена не штукатурена. Ты просто можешь увидеть там, например, дом, например, без ванной. Вернее, место под ванну есть, но не придумана канализация. Комната 30 метров под ванну отведена, но в проекте не было идеи канализации, как таковой, на улицу ходят люди. Вот такое какое-то, ты запланировал, не доделал, не насобирал. Когда ты в голове это имел, у тебя были деньги, ты львов заказал. А потом понял, что деньги закончились, поэтому даже окно не вставил. Ну, я не хочу говорить о каком-то таком, знаете, ярлыке, но такое, к сожалению, можно увидеть. Это украинцы не всегда. Ну, если вот так, но все же дома украинские, они немножко по-другому построены, с большим пафосом местами, да. Ну, да, суть та же. Я насобираю денег, я одолжу денег, но свадьба у меня будет такая, что все будут помнить. А потом мы 10 лет все будем отдавать, включая тех молодых несчастных. И все будут помнить. Ну, то есть, и это тоже финансовые привычки. И, ну, важно это осознавать. Когда мы говорим о семейном бюджете, вот мы будем приходить к более простым вещам, мы будем приходить к семье. Что такое семейный бюджет, из чего он состоит? Это, в общем-то, структура определенная, структура наших доходов и наших расходов за определенный период времени, за месяц или за год. Бюджет, если так очень по-простому говорить, это структура доходов и расходов за определенный период. И мы иногда слышим по новостям, приняли бюджет на 2015 год, на 2014 год. То есть, принимают какой-то документ, да, в котором описано, что будет тратиться, сколько, на какие категории, почему и так далее. То есть, там есть определенные буквы и определенные цифры. То есть, и в церквях делают бюджет. Да, потому что он может касаться самых разных структур, разных вещей, но мы будем говорить больше, в общем-то, относительно семейного бюджета, того, что вот неважно, как большая семья, как построить свой бюджет. В любом случае, это определенный документ, записанная такая бумажка, да, который позволяет контролировать движение денежных средств внутри отдельно взятой семьи или какой-то организации. Уясните для себя это понятие. То есть, это документ, который позволяет понять, как вы обращаетесь с деньгами. Это нет в бюджете мифического слова сколько-нибудь. Нет такого. Там конкретно должны стоять цифры и должны стоять категории, друзья. Это всегда важно понимать. Сколько у тебя денег? Хватит. Это не ответ бюджета. То есть, бюджет, он всегда вам скажет, сколько у тебя денег, например. Я хочу пойти где-то погулять, повеселиться. Хочу пойти в ресторан. Сколько у тебя денег? Хватит. Это ни о чем. Хватит на что? На мороженое хватит, на мясо хватит, на вход, может быть, надо посмотреть, сфотографироваться там где-то в середине. На что хватит? Бюджет, он всегда говорит, на какой ресторан тебе хватит или не хватит, куда ты можешь пойти или не можешь пойти. Всегда есть какая-то цифра. Почему люди не ведут или перестают вести учет своих финансов? Бывает такое, что человек начинает и вот он перестает. Многие люди не ведут, потому что не считают нужным, нужным вести бюджет. Иными словами, ну как бы я не хочу даже заморачиваться этими вещами, не хочу тратить на это время. Я и так прекрасно знаю, куда я трачу свои деньги, поэтому еще записывать это все, как-то заморачиваться какими-то цифрами, ну свожу концы с концами и свожу живой, слава богу, уже 50-й год, мои родители так жили и короче. Бывает, что человек начитается каких-то умных книжек, послушает пару семинаров и говорит, хочу, начинаю. И действительно начинает, вы знаете, неделю начинает, вторую уже что-то идет, он собирает чеки, записывает свои расходы, пытается как-то, но к концу месяца он понимает, господи, да сколько же можно? Это так тяжело вообще. А еще ты понимаешь какой-то момент, что на самом деле, чтобы это все действовало, надо отказывать себе. Оказывается, чтобы ты входил в какие-то разумные цифры, тебе надо ограничивать свои развлечения, свои какие-то доходы, ну, то есть как бы ты, это тяжело, и тебе быстро надоедает, и перестаешь, просто перестаешь. Я помню таких людей, которые говорили, ну, я попробовал, я перестал. Почему? Ну, потому что я хочу зайти в магазин и купить то, что я хочу. Я не хочу думать о том, что у меня нет денег. Почему я не могу пойти со своей подругой на кофе? Почему я должен считать каждые копейки, выбирать между двумя пироженами? Я хочу купить то, что я хочу. И все. И человек просто бросает, чтобы не заморачиваться. Бывает такое, что человек начинает вести записи доходов, расходов, но через некоторое время он как бы говорит, а что изменилось? Ничего не изменилось. Как не было, так и нету. Как не знал, так и не знаю. И богатым я не стал от этого вашего бюджета. То есть люди не видят полезного КПД. Их первые какие-то результаты расхолаживают, и все закидывается. Ну, и знаете, самая такая известная причина, почему люди не ведут бюджет, это просто лень. просто лень во всем этом разбираться, вникать во все эти вещи, контролировать это все. Намного проще не делать этого. Итак, какие бывают бюджеты? Какие бывают бюджеты? Бывает семейный бюджет раздельный. В нашем обществе, в общем-то, это не характерно для нас, но такие, я встречал такие семьи, которые ведут раздельный бюджет. Что это значит? У мужа есть одна, один кошелек, у жены есть другой кошелек. У мужа одна работа, у жены другая работа. И у каждого есть свои счета, и они не пересекаются. Жена может даже не знать, сколько зарабатывает муж. Интересно, что мне рассказывали одни наши друзья, они побывали там в Германии. Муж и жена, семейная пара, служителей, он пастырь церкви, она вместе с ним. Они служили там на служении, и после служения немецкая сторона, которая их принимала, подошла для того, чтобы их благословить. Ну, знаете, как благословить просто служителя. Они подошли и каждому дали свой конвертик. Вот так заведено в технице. То есть, чтобы не унижать женщину, да, потому что можно же как бы унизить. Служили оба, а конвертик дают мужу. Ну, получается, она как бы недостойна, да, чтобы ее не... Ну, они вот таким образом, они говорят, ну, вот у вас как принято в семье, мы хотели бы вашу семью благословить, ну, вот для мужа, вот для жены, и там одинаковые суммы. Так принято в таком обществе. И обычно такие семьи договариваются, например, муж платит там за машину, за жилье, за то, за то, а жена платит за еду, например, за то, за то, и у них остаются какие-то суммы. Ну, как бы для нашего менталитета это удивительно, но это имеет место. Бывает совместный бюджет, самый известный нашему советскому пониманию. Иными словами, есть какой-то общий котел, и в распределении этих средств участвует каждый член семьи, ну, так, гипотетически. В идеале, конечно, хорошо, если они получают примерно одинаково, чтобы можно было одинаково как бы иметь право распоряжаться, но мы понимаем, что не всегда такое происходит, поэтому бывают и ссоры, что если я получаю больше, я трачу больше, имею право решать больше и так дальше. Бывает долевой бюджет? Долевой. 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 Иными словами, когда семья подходит таким образом, ну, как ни странно, действительно бывает, мы просто не сталкивались с такими, для общего понятия я вам говорю. Когда, например, муж зарабатывает 100 рублей, а жена зарабатывает 30, соответственно, нельзя же пополам разделить их ответственности, у них раздельный бюджет, но долевой. значит, в соответствии со своими 30 рублями, жена участвует, например, в оплате за телефон и за свет, а муж участвует во всем остальном, в соответствии с долей. И что-то там у них остается, у каждого свое, на карманные расходы. И самое интересное, вы знаете, что это не является проблемой для того, чтобы сформировать бюджет. Просто в каждом из этих случаев нужно подходить со своей моделью бюджета. Принципы останутся те же, но тем не менее, некоторые нюансы нужно будет изменить. Главное, чтобы не скрывались доходы, чтобы все четко знали, кто сколько имеет дохода и как оно распределяется. На какой период составляется бюджет? Обычно бюджет составляют в семье на один месяц. На один месяц. Почему? Потому что наши доходы привязаны именно к месячному периоду. Потому что зарплату, как правило, мы с вами получаем один раз в месяц. Потому что коммунальные счета приходят раз в месяц. То есть обычно пользуются месячным расчетом бюджетным. Обычно. Как можно его составить? Обычно вы можете составить это при помощи… Ну как составить семейный бюджет? Имеется в виду технически. Как это организовать? Можно организовать это на бумаге. Можно использовать для этого какие-то компьютерные программы. Сейчас полно в интернете компьютерных программ по типу семейный бюджет. Они есть более сложные, менее сложные. Вы можете взять простую тетрадку, клеточку, расчертить, разбить ее по категориям. Мы будем разговаривать об этих категориях и написать там цифры для того, чтобы понимать, что и как. Итак, если у вас есть компьютер, вы можете просто в Excel разбить таблицу, понаписывать циферки, категории и знать, что, например, в этот месяц вот так это выглядит, в следующий вот так. И тут нужно понимать, что месяц месяцу может быть рознь, потому что в одном месяце есть 4 недели, во втором есть 5 недель. Соответственно, финансы надо распределять на 5 недель до следующей зарплаты. Ну, нужно делать свои нюансы. Итак, в любом случае, бюджет — это просто таблица, если так упростить, доходов и расходов. Доходы наши и расходы. Для того, чтобы что-то тратить, нужно понимать, что у нас с вами есть. Что такое доход семьи? Доход — это деньги или материальные ценности, если так, в общем, получаемые от предприятия, отдельного лица или какого-либо рода деятельности. Доход — это всегда плюс. Иными словами, это все источники поступления средств в обозначенном периоде. Мы обозначаем этот период месяц. Итак, что это может быть? Это может быть заработная плата членов семьи, всех членов семьи, пенсии, стипендии. Может быть, у вас в банке что-то лежит, какие-то ценные бумаги. Может быть, вы сдаете квартиру где-то или как-то что-то, но это тоже является вашим плюсом. Может быть, вы получаете какие-то льготы из фондов, поддерживающих каких-то организаций. Это могут быть доходы из других источников. Например, кто-то… Ну вот, например, вы знаете, что ваш друг, он поддерживает вас каждый месяц, например, 100 гривен, предположим, да? Но вы знаете, что уже… Он вам сказал, например, что в следующий год я буду тебя поддерживать, например. Это могут быть доходы из вашего огорода, приусадебного какого-то участка. Ведь если вы садите картошку и получаете урожай, это же плюс, правда? Вы не купили эту картошку, она выросла у вас, это плюс. Ну и, соответственно, если вы торгуете чем-то, это тоже ваши доходы. Большинство людей получают зарплату и знают сумму, которую получают ежемесячно. Итак, для того, чтобы начать вообще с самого начала, что вам нужно сделать? Вам нужно взять свою тетрадку или листочек, сесть и составить вот этот список, список моих доходов. Что у меня есть? Реально. Вы не сможете распоряжаться чем-то, если вы не знаете, что у вас есть. И когда вы приходите домой, приносите зарплату, вы записываете эту сумму в свою тетрадку, но нужно записать именно ту сумму, которую вам дали в кассе, а не ту сумму, которую вы уже принесли домой после того, как зашли в магазин и что-то там себе уже прикупили и так далее. То есть именно реальную сумму дохода. Если вы получаете, например, на пластиковую карточку, сейчас так есть, очень часто распечатку возьмите. Пойдите в банк, не поленитесь, заплатите 2 гривны, но возьмите распечатку, чтобы четко видеть, сколько денег приходит ежемесячно на ваш счет. И составьте такую колонку доходы и пишите. Зарплата моя, например, 100 рублей. Зарплата мужа, 100 рублей. Социальная помощь, 5 рублей. Ну и так далее, и тому подобное. То есть в конечном итоге в идеале у вас должна быть сумма, конкретная сумма. что можно делать, если работа непостоянная, если заработок непостоянный. Если вы, например, предприниматель, вы сами можете определить свой доход. Иными словами, вы можете определить минимальную сумму, которую вы будете расходовать на свою семью в любом случае. ведь согласитесь, в любом случае есть сумма, которую вы вынуждены потратить. Правда? Ну в любом случае. Вам надо заплатить за аренды, вам надо на еду и так далее, и так далее. То есть вы можете сказать, что вот эта сумма, она в любом случае, при любых раскладах, она мне необходима. Платите себе минимум какой-то. Для начала. Для начала. Если вы человек наемный или у вас, допустим, есть какой-то процент от той работы, которую вы выполняете, попробуйте вспомнить и посчитать результат самого плохого месяца. самый плохой месяц, когда был. Вот если вы, например, работаете сантехником, или там каменщиком, неважно. И не всегда есть заказы. Иногда больше, иногда меньше. Не будет разумно, если вы будете планировать бюджет из самого удачного месяца. Правда? Потому что, например, это может быть там 1000 долларов в месяц. Но если вы видите, что в среднем, ну, как бы 500-700, а было два месяца по 300, то лучше сделать расклады бюджета на 300, а потом всегда добавить можно, если будет больше, чем сделать на 700 и потом думать, где взять еще 300. И не так это может быть легко сразу. Возможно, вам нужно, ну, как бы посидеть и вспомнить, сколько это было. Возможно, понаблюдать. То есть бюджет, он требует определенного времени для того, чтобы посвятить ему, для того, чтобы им можно было качественно заняться. Это не то, что вы вот сейчас придете домой и сразу все станет на свои места. Нужно считать. Понимаете? Нужно подумать, действительно, что есть и как я могу это потратить. Хорошо. На этот момент мы с вами закончим и закончим мы все. с вами все. Субтитры создавал DimaTorzok